Здравствуйте, в студии Ирина Корчагина. Сегодня мы поговорим о дорожной обстановке с моими гостями. Ведяшкин Валерий Иванович, заместителем председателя Комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспортной связи города Барнаула и с Владимиром Валерьевичем Заволокиным, исполнительным директором ООО «Вектор авто». Валерий Иванович, сначала вопрос к вам. Вернулись студенты осень, то есть сейчас, наверное, изменилась немного дорожная обстановка, трафик. Вот что вы сейчас замечаете? Действительно, мы проводим ежедневный мониторинг как пассажиропотока в общественном транспорте, так и количество транспортных средств, которые у нас передвигаются по наиболее загруженным магистралям города. Если говорить про общественный транспорт, по отношению к августу в сентябре у нас средний ежедневный пассажиропоток наблюдается рост порядка на 13%. Однако, если сравнивать его с допандемийным пассажиропотоком, то есть с 2020 годом, у нас снижение на 15%. Что касается личного трафика, действительно, тоже небольшое увеличение данного трафика наблюдается. То есть для этого мы скорректировали кое-какие светофорные объекты по проспекту Калинина, Ленинскому проспекту. И дальше мониторим данную дорожную ситуацию на наиболее загруженных перекрестках. Владимир Валерьевич, вопрос к вам. Вы работаете на 57 маршруте. Сколько у вас машин выходит на линию и сколько ежедневно вы перевозите пассажиров? На сегодняшний день выходит 16-18 автомобилей. Перевозим мы порядка 15 тысяч пассажиров в день. А вот сейчас появились у нас выделенные полосы на дорогах Барнолла. Стало ли проще работать водителям общественного транспорта? Да, водителям стало гораздо проще работать. Они стали укладываться в график, они стали более дисциплинированы. Меньше стало хаотичного движения по другим полосам. И это очень благоприятно, влияет. Раньше без выделенных полос не удавалось соблюдать четкий график? Нет, график не удавалось создавать, потому что водители стояли в общем потоке, они стояли в пробках. Когда выезжали с пробками, их приходилось нагонять время, поступали жалобы от пассажиров, от некомфортной езды водителям. Сейчас все эти проблемы ушли. Сейчас поступают жалобы еще? Сейчас жалоб практически нет. Валерий Иванович, на каких маршрутах, если можете сейчас сказать, все-таки поступают еще жалобы из-за загруженности транспорта, когда сложно попасть? Потому что еще до ремонта моста были сложности, даже по себе, зная в центре, иногда там какой-нибудь 53-й автобус едешь, и там как шпроты в банке. Вот можете перечислить самые, наверное, сложные маршруты на сегодняшний день? Действительно, у нас в связи с закрытием путепровода произошло перераспределение пассажиропотока. Так как у нас сейчас троллейбусные маршруты с вами, да, по проспекту Ленина, по сути, от дома быта до речного вокзала и до вокзала, автовокзала не курсируют. Соответственно, данный пассажиропоток у нас перераспределился на автобусные маршруты. Сейчас мы наблюдаем увеличение пассажиропотока именно на таких автобусных маршрутах, как 53-й, 35-й, 57-й маршрут, 20-й маршрут. То есть это основные маршруты, которые со спальных районов у нас в центр города в утренний, особенно вечерний, час-пик перевозят очень большое количество пассажиров. Данная специфика у нас есть, она наблюдается. С учетом этого мы понимаем временные интервалы, в которые у нас все-таки такая, так скажем, загруженность, переполненность автобусов, да, и с руководителями уже пассажироперевозящих предприятий мы стараемся корректировать расписание в утренний, вот этот особенно вечерний час-пик, с учетом того, что если, ну, образно, плановый интервал составляет, например, 10-12 минут или 10-7 минут, в зависимости от маршрута, то стараемся где-то сдвигать это расписание, чтобы интервал был, например, 3-5 минут, чтобы буквально вот понимаем, что этот рейс всегда переполнен, и руководитель предприятия всегда знает, какие у него рейсы именно переполнены и в какое время. Он, соответственно, подает уже следующий автобус не в соответствии с плановым интервалом, а чуть раньше, соответственно, потом это уже нагоняется, да, там, отставание и так далее, но чтобы вот как-то сгладить, так скажем, вот эту переполненность. Ну и плюс у нас в октябре кончается сезон садоводческих маршрутов, у нас высвобождаются автобусы, высвобождаются водители самые главные, соответственно, и мы будем как раз уже добавлять на те маршруты подвижной состав, на который у нас сейчас идет самая большая загрузка. Владимир Валерьевич, вот такой вот вопрос, к вам жалуются ли ваши водители на то, что водители личного транспорта как-то мешают, да, вот выезжают на выделенные полосы? Ну в первый месяц, да, это очень часто и были жалобы, сейчас становится все меньше, но все равно многие автолюбители не понимают, что такое выделенные полосы, все равно двигаются по ним, да, и создают помеху для автобусов. У нас получается еще не на всех выделенных полосах есть камеры, которые фиксируют нарушения? Нет, участки у нас, по которым у нас организованы выделенные полосы, у нас камеры в той или иной мере, так скажем, на всех, камеры уже функционируют, то есть они уже введены в эксплуатацию, уже ЦАФАП, это Центр Автоматической обработки правонарушений, видят, так скажем, данных водителей, которые нарушают. Сейчас, в настоящее время, ими ведется пусконаладка, так скажем, именно техническая обработка, то есть они анализируют картинку, которую получают, смотрят ли, все ли камера фиксирует, хорошо ли различима разметка, знаки, обзор, не засвечивает ли, знаете, солнце, например, элементарно, да, чтобы госномера хорошо читались и так далее. То есть перечень, так скажем, маршрутов автобусов, мы уже все данные передали, сейчас вот эта организационная работа проводится, я думаю, в течение месяца она будет закончена, и уже после этого водители, нарушители будут получать письма счастья. Сейчас, еще раз говорю, то есть штрафы, они фиксируются, но водителям не отправляются. На текущий момент у нас сотрудниками именно ДПС осуществляется контрольно-надзорная деятельность по соблюдению правил дорожного движения на выделенных полосах, сначала в ведении в эксплуатацию выделенных полос у нас уже более двух тысяч составлено сотрудниками ДПС протоколов об административном правонарушении водителей по движению по выделенным полосам. То есть фиксация нарушения есть, но водители еще пока не платят за это штраф? Да, они еще пока не платят, то есть письма им еще не рассылаются. То есть получается за последние пару месяцев, напомните, когда у нас появилась первая камера? Камеры начали монтировать с 3 августа. То есть получается за неполных два месяца уже зафиксировано более двух тысяч нарушений? Нет, две тысячи нарушений это именно уже сотрудники ДПС оформили, да. То есть сейчас статистики по камерам, ее еще только нет, потому что у нас подрядчик по контракту был до конца августа, срок сдачи, он соответственно в этот срок уложился, все, и у нас вот грубо говоря с сентября, с начала сентября, ну начала собираться такая аналитика, пока у нас еще данных нет, я думаю, где-то к концу месяца мы уже будем понимать уже по камерам именно какая аналитика и статистика наблюдается по нарушениям в части камер. Но вообще вот по вашим ощущениям и по вашим тоже, по ощущениям ваших водителей, люди уже как-то перевоспитались под выделенные полосы? Уже есть привыкание, стадия принятия? Привыкание есть, действительно, мы сами тоже здесь эту статистику смотрим, анализируем и на самом деле уже единичный случай, не носит это массовый характер, когда водители движутся по личному транспорту, по выделенным полосам. К зиме мы обновили дорожную разметку на выделенных полосах, чтобы она была различима. Соответственно, это и требование нам и ГИБДД выставило, чтобы камера четко различала, что водитель находится в зоне нарушения, соответственно. И даже сотрудники ГИБДД тоже нам фиксируют, что сейчас уже нарушители именно по выделенным полосам, их намного значительно меньше, чем это было в первые месяцы, правильно Владимир Владимирович говорит, что в первые месяцы действительно, то есть это было вообще полное непонимание, все ехали, как будто вот выделенных полос и не существует. Ну и так же, в общем-то, говорят и ваши водители. Да, так же говорят наши водители. Я знаю, что вообще есть в планах такое вот создать, не создать, а оставить эти выделенные полосы даже после того, как будет закончен ремонт. Вот насколько это целесообразно и насколько это, ну, в общем-то, поможет нашему движению в городе? Действительно, то есть такая практика вообще в крупных городах у нас в России есть, мы ее тоже смотрим, анализируем. Наш город не исключение, город с развитой транспортной именно системой. И, соответственно, все-таки выделенные полосы – это не элемент для, так скажем, снижения пропускной способности и ухудшения движения личного транспорта. Да, все-таки выделенные полосы – это элемент обустройства автомобильной дороги, который включает в себя улучшение качества движения на общественном транспорте, повышение безопасности дорожного движения. Поэтому действительно вопрос, так скажем, выделенных полос для того, чтобы их оставить после завершения работы, он действительно в администрации города рассматривается. Мы будем анализировать те участки, где действительно есть целесообразность их оставить. Ну, это как пример вот проспект строителей взять наш. Наиболее загруженный участок, где вот как раз руководитель в том числе по 20 маршруту, он скажет, что, скажем, время работы на маршруте, хотя там проспект строителей у нас не задействован, да, он путепровод его не захватывает, но после того, как мы там организовали выделенную полосу, автобус стал более четко работать по расписанию, этот участок проходить, если там он стоял в получасовых пробках от Красноармейского до Павловского тракта, то сейчас он спокойно, в соответствии с своим расписанием, проезжает данный участок. И это замечают пассажиры самое главное. И в наш адрес поступает обращение, чтобы вот действительно оставить выделенные полосы, что они себя зарекомендовали именно с точки зрения комфорта и удобства. Потому что, ну, одно дело, когда ты едешь в личном транспорте, да, в комфорте, ты один, можешь слушать музыку, там, с кондиционером сидишь и так далее. Другое дело, когда ты едешь в общественном транспорте, где народу действительно много и, так скажем, не так комфортно. Поэтому самая задача наша, главное, быстро, комфортно и качественно доставить пассажиров. — Владимир Валерьевич, ну вот появились у нас выделенные полосы, да, и, в общем, машины стали ходить по графику. Неужели вообще нет никаких замечаний от пассажиров? Вы перевозите такое количество людей ежедневно. То есть какие еще сложности остаются? — Ну, сейчас сложностей стало меньше. То есть жалобы в основном поступали. По проспекту строителей поступало очень много жалоб, что не могли люди уехать. Автобусы двигались в левой полосе. И не всегда была возможность у водителей перестроиться, чтобы соблюдать график и подъехать к остановочному пункту. В основном были вот такие вот жалобы. Сейчас автобусы двигаются в правой полосе, в график они укладываются, езда комфортнее стала, водители стали спокойнее, дисциплинированнее. И намного на порядок снизилось количество ДТП именно пассажироперевозящего транспорта. — Предсказания на зиму. У нас зимой обычно люди стоят на остановках, мерзнут. То есть тоже мы снимали репортажи и этой зимой, и прошлой зимой. Вот в зимний период, благодаря выделенным полосам, тоже, возможно, сократится время ожидания. — Да, на большем количестве маршрутов, конечно, сократится время ожидания. Время ожидания в основном еще, помимо недовыпуска транспорта на линию, составляло то, что автобусы стояли в пробке. Автобус едет, и получалось, что в районе Ленинского строителей могло подряд скопиться 3-4 автобуса. Соответственно, в каких-то промежутках интервал увеличился до 20-30 минут. Сейчас такого нет, автобусы идут равномерно, и задержек в пробках таких не будет. — Валерий Иванович, и вот такой вот вопрос. Мы все зимой наблюдаем, как у нас Ленинский проспект, сокращается количество полос там. Вот что будет сейчас? Потому что появилась выделенная полоса, и у водителей вопрос, что же будет зимой. То есть будете ли вы успевать чистить дороги, чтобы у нас не получилось, что у нас две полосы, по сути, выделены для общественного транспорта и для личного? — Действительно, такой вопрос именно в администрации города на особом контроле находится, даже на контроле у главы города Вячеслава Геннадьевича Франкова. Он собирал совещание с руководителями профильных комитетов, заместителями профильных его главы, и именно нашего руководителя, который у нас, МБО «Автодорстрой», отвечает за содержание автомобильных дорог. То есть напоручено сформировать отдельные вообще бригады и экипажи для, так скажем, по содержанию именно участков, на которых будет наиболее напряженность, так скажем, трафика. Это Ленина, Калинина, вот эти маршруты наши объезда. Плюс это, конечно, обязательно наша пешеходная зона обхода через путепровод. Ну и плюс у нас, соответственно, с правилами дорожного движения по выделенной полосе разрешено движение техники, отвечающей за содержание автомобильных дорог. Соответственно, мы понимаем, что при необходимости в дневное, даже время при обильных снегопадах, техника может вот с более быстрой скоростью, да, двигаться к местам затруднения, производить очистку, соответственно, также двигаться по выделенной полосе. На самом деле это очень важно, потому что одно дело бы, когда она стояла в общей пробке, да, другое дело, когда она может на более быстрее доехать. Опять же, мы понимаем, что время уборки – это, как правило, только ночное время, так как днем, когда у нас трафик плотный, да, ну невозможно чистить проезжую часть, так как личные автомобили мешают в том числе. Поэтому упор также делан на вечернее-ночное время. Ну и, конечно, если это все-таки дневной снегопад, то есть также и бригада будет выходить днем. На этой неделе запланировано еще совещание как раз у нас по данной тематике. Я говорю, то есть вопрос на контроле, предложения формируются, бригады формируются, уже техника конкретная формируется по данным участкам. Поэтому мы готовимся, кстати, именно вот к началу зимнего сезона в городе. А я напомню, что сегодня у нас в гостях был Валерий Иванович Ведяшкин, заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, и Владимир Валерьевич Заволокин, исполнительный директор ООО «Вектор Авто». Спасибо большое вам за эту беседу. Вам спасибо.